МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Война. Подлинный хамелеон, в каждом конкретном случае несколько меняющий свою природу". И следующая цитата. -"Великие примеры, лучшие наставники". Вот два афористичных высказывания Карла фон Клаузовитца, знаменитого русского генерала и одного из одноположников современной военной науки. Собственно, это эпиграфы к нашей сегодняшней беседе. А будем мы говорить о том, как опыт Второй мировой войны был использован или не использован в последующих войнах 20 века. В нашей студии военные историки Евгений Белаш и Алексей Исаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вторая мировая война и ее влияние на войны 20 века. После Второй мировой войны первое, что произошло, это тотальная демобилизация. Особенно это ярко происходило в Соединенных Штатах, когда полностью армию разгоняли до минимальной их численности, сокращали все программы, кроме, естественно, программы стратегических вооружений. А потом, когда случается Корея, все говорят, упс. Исаев Алексей Валерьевич. Окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, кафедра системного анализа. Кандидат исторических наук. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны России. Автор трудов. Антисуворов. «Десять мифов Второй мировой». Операция «Багратион». Сталинский блицкрик в Белоруссии. А также ряда других работ по истории Великой Отечественной войны. Поскольку надо строить армию фактически заново. И армия, по счастью, от Второй мировой, прошло всего пять лет. Осталось вооружение. Все это вооружение, соответственно, извлекается со складов и используется в бою. Причем именно старое вооружение, то есть бомбардировщики времен Второй мировой, танки и так далее. Первые части, которые попали из Японии в Корею, американские части, они даже толком не могли тренироваться. Им в Японии было негде. Белаш Евгений Юрьевич. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. Географический факультет. Военный историк. Автор ряда книг по истории Первой и Второй мировых войн. В том числе «Мифы Первой мировой», «Танки межвоенного периода», «Война за империю». Они не имели даже боевого опыта, именно поэтому американская армия неожиданно для себя оказалась в большом кризисе. СССР, на самом деле, к всему этому опыту относился более бережно. И здесь надо понимать, что было наследием в следующих войнах. Вообще, в том, что принято называть доктрины, какие-то основные положения. Это основной, например, принцип, который вышел из Второй мировой войны. И, вопреки тому, что писал товарищ Сталин в 1942-м, в 1945-м все поняли, что танки с танками воюют. И, по сути, основным тезисом, с которым танковые войска вышли из Второй мировой войны, было то, что основным противником танков в будущих войнах будет танк. И, соответственно, под эту концепцию начали затачиваться организационные структуры. А потом и вооружение. Когда вот эти вот все появились гладкоствольные пушки, это откуда? Это чисто противотанковое, чтобы стрелять кумулятивным снарядом, который не вращается, в отличие, так сказать, от нарезного ствола, и способен пробивать толстую броню. Танк Т-54, Т-55, развитие, вот опыт войны в СССР, можно сказать, отличная машина для всевозможных локальных войн. Понятно, что он попадал не всегда в умелые руки, мягко говоря, но, тем не менее, вот эта вот концепция, она выжила и прожила, вот концепция с 1945 года, строго говоря, то есть концепция, с которой ездили Т-34-85, новейшие шерманы, там, пантеры, что воюем друг с другом, то есть с танками, она спокойно дожила до наших дней. Тут еще очень важный момент, очень быстрое развитие и техники, и тактики. Мой любимый пример – это генерал Генри Арнольд. Генри Арнольд – американский военачальник, генерал ВВС. В период Второй мировой войны организовал массовое производство самолетов в США. Добился выделения военно-воздушных сил в самостоятельный рот войск. Планировал все боевые операции ВВС США. Начинал он еще в школе братьев Райт. То есть один и тот же человек. У истоков авиации. И вообще в США. Первую мировую войну его не пустили, а во вторую он командовал уже стратегической авиацией. И в 1945 году он осенью написал статью о том, какой будет война 1948 года. На США нападает некий загадочный непоименованный враг, нападает из Африки, где он тайно строит пусковые установки баллистических ракет с ядерными боеголовками. Это уже 1948 год, такие прозрения. То есть в 1945 году генерал Арнольд предсказал налеты на США баллистических ракет с ядерными боеголовками и более того, противоракетную защиту. Радары, противоракеты, подземные базы баллистических ракет, автономные, где все эти ракеты изготавливаются и наносят ответный удар. Вся мировая война 1948 года, по прикидкам Арнольда, продолжается в 36 часов. То есть он смотрел буквально на десятки лет вперед. На десятки лет, потому что реальное все, конечно... Было это невозможно, да? Ну да, как бы вот это все шахтное базирование, это, конечно, уже там в товарных количествах, там, 60-е годы. Опять же, он, 1948 год, это еще все же не термоядерное оружие, то есть это не водородные бомбы. Но при этом, да, оно как бы взгляд вперед... В потенции, да, это вот... То есть вот по техническим деталям и по самой концепции, что теперь война может продолжаться буквально несколько часов, Арнольд попал буквально в точку. И тут надо еще сказать о родовых травмах, которые вынесли Советский Союз и США из-за Второй мировой войны. У нас это 22 июня не повторится. В любой момент на нас может напасть буквально весь остальной мир. Много оружия у нас не бывает, поэтому нам надо много-много-много. У нас каждый завод строился, прежде всего, с точки зрения военно-промышленного комплекса. Грубо говоря, мы строим велосипедный завод как снарядный, который может делать еще и велосипеды. Или знаменитый Уралвагонзавод, его продукция в мире, известна не как вагоны, а, грубо говоря, как танки. Строго говоря, конечно, тяжелое машиностроение – это тяжелое машиностроение. Если брать, опять же, тактические, вот ситуация с ударами по аэродромам, она как раз-таки пример не вполне выученных уроков. Когда, вот опять же, я почему об этом вспомнил, 22 июня на мирно спящих аэродромах. Где мы еще раз увидели мирно спящие аэродромы? 67-й год. Правильно, 67-й год. Египетские аэродромы, советская авиация, неокрашенные самолеты, алюминиевые, стоят рядами на бетонных аэродромах без всяких укрытий. Результат был опустошающий. После этого Советский Союз, естественно, посмотрев на эти ужасы Ближнего Востока, стал вкладывать колоссальные деньги в том, чтобы аэродромы были не спящие. То есть, чтобы оборудовать их укрытиями, достаточно надежными, то есть, такие укрытия с полусферической крышей, в которые прятали самолеты, они должны были выдерживать удары авиабомбомб. Но, конечно, на следующем этапе там появилось высокоточное оружие и стали накрывать укрытия эти тоже. Но, тем не менее, вот это вот про спящие аэродромы... Это один из не выученных уроков. Да, несмотря на то, что, да, как бы 41-й год был родовой травм на Красной Армии. Мой любимый пример – это 78-й год учения Агаркова. Агарков Николай Васильевич. Советский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Первый заместитель министра обороны СССР. Герой Советского Союза. Маршал Советского Союза. Подготовил и провел несколько самых крупных в истории отечественных вооруженных сил оперативно-стратегических учений и маневров на всех основных стратегических направлениях и с применением всех видов вооруженных сил, военно-научных и военно-промышленных органов. Крупнейшим из них стало оперативно-стратегическое учение под кодовым названием «Запад-81», проведенное в сентябре 1981 года. Надо сказать, что результаты этих учений были очень такие противоречивые. То есть товарищи, командиры из 78-го года, они как-то очень заносчиво себя вели. И, по сути, в какой-то момент даже учения были остановлены, потому что у них получались очень странные результаты. Что, конечно, не повторение 41-го года, но скорее повторение года 20-го под Варшавой. Даже так глубоко можно посмотреть? То есть они пошли вперед как-то так очень бодро, и воевавшие, что называется, за НАТО сказали, ну, а мы вас контрударим. И что? Ну, естественно, посредники сказали, ну, плохо будет, да, будет как-то не очень. Одна из проблем, как бы, анализа опыта Второй мировой войны, она заключалась в том, что его в какой-то момент перестали всерьез изучать, достаточно копать глубоко и пытаться разбираться, в том числе и в плане, там, допущенных каких-то ошибок, там, еще что-то, и по сути... А когда этот момент наступил? Вот можно так проследить? Когда это перестало быть интересным? Это как раз вот излом Хрущевской, Брежневской эпохи, то есть был в 50-е годы такой взлет интереса. И оставил свой след, книги, монографии, исследования, там, еще что-то. Да, и пытались здесь с ним разбираться, то есть пытались разбираться, ну, была книжка Владимирского, не совсем про Думненские бои, но вот если, как говорится, взять вот этого гипотетического парня, Тимохова, танкиста, то он, наверное, не разочинул. Ну, это все-таки тянуло. А вот была ли какая-то такая, ну, скажем так, закрытая литература, такая вот, безусловно, пользование? Ну, она все равно в какой-то момент начала отставать, и одна из проблем, на мой взгляд, заключалась в том, что в отличие от американцев, не попытались провести программу, которая у них называлась Foreign Military Studies, опрос пленных фашистов. То есть у нас как бы их опрашивали, но опрашивали... Те, которые находились в плену у нас. Да. Их не опрашивали именно по предмету, как вы воевали. А что интересовало тогда? Ну, например, Вейтлинг. В Союзе. Я, на самом деле, конечно, понимаю тех людей, которые допрашивают, потому что, например, Вейтлинг. Гельмут Вейтлинг, генерал артиллерии германской армии, командующий обороной и последний комендант Берлина. После самоубийства Гитлера отдал приказ подчиненным ему войскам прекратить боевые действия. В 7 часов утра 2 мая 1945 года он подписал капитуляцию немецких войск и сдался вместе с остатками гарнизона в плен. По горячим следам он рассказывал про Берлин. Понятное дело, первое, что спросили. А потом его стали спрашивать, на самом деле, в основном про военные преступления. Он просто участвовал в этом отходе из Ржевского выстава в 1943 году. Естественно, его стали допрашивать в основном о том, чем там его подчиненные, какими художествами они занимались. Это логичный вопрос. Это никто не спорит. Но тем не менее, вытянуть клещами из Вейтлинга, как он вел оборонительные операции, это было очень богатой идеей. Но, насколько я могу судить, я как бы много что смотрю, пытались делать. Я не говорю, что вообще-то. Но это в какой-то момент оказалось не всем доступно. Тут вмешаюсь. Есть объективные причины и субъективные. Объективные причины как раз очень быстрый рост техники и тактики после войны. Когда считалось, что, например, авиация поля боя не нужна. У нас мы берем одну фронтовую кроватую ракету с ядерной боеголовкой, берем Р-5М, одна ракета, одна 40-килотонная бомба-104, одна фронтовая ракета, и у нас любой опорный пункт сносится как таковой. Это речь идет о ядерном оружии. Да. Да, но при этом понятно, что эта ракета, она могла стоить очень такие немаленькие деньги. Даже вот такой отдаленный пример – это Афганистан. На самом деле это все проявилось в Ближнем Востоке. Когда есть вот эта вся замечательная сверхзвуковая авиация, которая носится на огромных скоростях и как бы просвистывает над целью, что-то туда кидает. Понятно, что появляется всякое высокоточное оружие, управляемые боеприпасы. То есть это, естественно, внедряется всеми. Но тем не менее элементарное распознавание целей на поле боя затруднено. И в Афганистане потребители продукции военно-промышленного комплекса начинают вдруг, как говорится, восторженно пищать, когда им присылают опытный Су-25, который реально инициативный проект. И они начинают, можно сказать, ходить по головам, они видят, что делается, и они работают, можно сказать, в режиме фактически как штурмовик Л-2. И против... Так, ну, просто надо объяснить нашим зрителям, да, в чем принципиальная разница. Вот как-то ходить по головам. Су-25 – это низкоскоростной. А, то есть он реально прямо по головам может быть? Да, он может, он бронированный, то есть он мог ходить на небольших высотах и выдерживать обстрел стрелковым оружием ДШК. С земли. Да, с земли, то есть он, в принципе, держал удар хорошо, потому что были прецеденты, когда самолет вот этой вот, новой эры, без брони в них попадала, как говорится, пуля ДШК не туда. И, на самом деле, вот этот удар попадал не туда, самолет падал. И это, на самом деле, было характерно с развитием технологий, когда уязвимость растет, когда американцы говорят, вот есть МиГ-17, более старый, что называется еще благословленный, так сказать, Диосим Виссарионовичем. Есть МиГ-21, Бавалайка, так сказать. Стреляем по МиГ-17, он не падает, он более прочный, более живучий. Стреляем по МиГ-21, он загорается. То есть самолет, разные самолеты, мы стреляем одним и тем же оружием, и вдруг уязвимость их более старого оказывается ниже. Более дубовый МиГ-17 оказывается более опасным противником, именно потому что не стали забывать какие-то вот эти вот вещи, связанные с живучестью. Причем самое обидное для СССР, что первым на это напоролись Соединенные Штаты во Вьетнаме и Корее. У нас десятки тысяч атомных боеголовок, но мы стыдимся их применить против каких-то вьетнамцев, поэтому нам приходится воевать обычным оружием. А обычным оружием мы не умеем воевать, вплоть до тактики зачистки домов. Солдатам приходилось смотреть американский сериал начала 60-х годов «Комбат» с восклицательным знаком. И там вся эта тактика замечательно показана. Показана, потому что режиссер имел более 50 боевых вылетов на Б-24 и специально попросил «дайте мне консультатов для пехоты». Первыми столкнулись с тем, что уроки Второй мировой войны не всегда применили в Малых войнах французы в Индокитае, а потом в Алжире. Да, с военной точки зрения. Простите, а французы вообще осмысляли теоретически о Второй мировой, да? То есть не только американский был какой-то проект, но и французы тоже отдавали этому должное. Более того, они в основном воевали американским оружием, которое осталось от Второй мировой войны. И воевали успешно. Просто противника становилось все больше и больше, и французы утрачивали контроль над Индокитаем и над районами Алжира. В точности, как происходит сейчас, например, в Афганистане, казалось бы, сплошные военные победы, соотношение потери великолепное, противник теряет в десятки раз, именно в десятки раз это подтверждено больше, но вы проигрываете войну. А эффекта нет. И опять же, некого бомбливать в каменный век. То есть вот Вьетнам, когда у него поставки оружия извне, как бы нет завода, вот когда бомбили Германию, все было просто и понятно. Есть завод Сталилитейный в Эссине, в него сбрасывают бомбы, чем на Гамбург, Дрезден, и все вместе взятое, и как бы выводят его из строя. А тут кого вводить из строя в Вьетнаме? Да. Причем ирония судьбы. Первые управляемые бомбы американцы блестяще применяли в той же Бирме, тот же Индокитай, по сути. 1945 год. Вылетает эскадрилье, и за один вылет выносит японцам четыре моста. 1965 год. Мой любимый мост «Пасть дракона» во Вьетнаме. «Пасть дракона» – Хамжонг. Железнодорожный мост через реку Сонгма в районе города Тханьхуа во Вьетнаме. Получил международную известность во время Вьетнамской войны. С началом американских бомбардировок мост подвергался постоянным авианалетам. В результате был разрушен. По официальным данным США, всего против моста было совершено 873 вылета, в которых потеряно 11 самолетов. После окончания войны мост был восстановлен и введен в эксплуатацию. Семь лет. Семь лет авиация США его бомбит и не может уничтожить один мост, построенный французами. Да, это мощный железнодорожный мост, но все-таки семь лет. Почти тысячи лет. А, в чем причина это просить? Потому что он находился достаточно далеко. Он хорошо прикрывался ПВО, поэтому неуправляемыми бомбами вы его никак не можете повредить настолько, чтобы он наконец рухнул. У вас есть первая управляемая ракета и земля поверхность. Но у них слишком маленькая боеголовка. Мосток поверхностный. Это как сону дробина. И, наконец, в 1972 году, после нескольких неудачных попыток, управляемая бомба все-таки доработали и вынесли этот несчастный мост. Потом все эти проблемы, если заглядывать дальше вперед, то все эти проблемы решили. И, как говорится, война в заливе – это уже такой бенефис техники нового уровня, управляемые. То есть отбросили, как говорится, в Вторую мировую войну многие, так сказать, ее положение уже, что называется, прошло много лет. И на качественный новый уровень вышли. И появились там вот эти высокоточные оружия, когда за один вылет делают то, что раньше делала целая эскадра бомбардировщиков. То есть это уже там 1991. А до этого было как бы два процесса, что есть опыт старый, армия более дешевая, то есть приходится меньше тратить на армию, она менее многочисленная. И проблема-то затрагивает всех, что самым ценным ресурсом становятся люди. Потому что во времена индустриальной эпохи Первой и Второй мировой войны были вот эти вот миллионные армии. А теперь этих миллионных армий нет, и надо как-то с этим изворачиваться, и вот эти старые методы не работают. Опять же, если смотреть честно и откровенно, сравнивать, допустим, какие-нибудь противопартизанские операции, даже там немцев, борьбу Красной армии против каких-нибудь лесных братьев, АУНУПА, там прочее. Или без мочей 30-х годов. Да, были на самом деле ощутимые потери, но никто... Ощутимые потери в абсолютных числах. То есть были там, что называется, каких-то там могли и роту где-то подловить, еще что-то. Но это все воспринималось как должно, потому что сравнивали это с Верденом. Ну да, была еще иная система координат. Когда за несколько часов мы теряем 20 тысяч человек убитыми, и когда в Афганистане мы теряем 15 тысяч убитыми за всю нашу войну в Афганистане. Это ужас-ужас. И как бы вот это вот... Это было столкновение мнений, вот этой концепции, и надо было из этого всего как-то выходить. Например, Иран-Иракская война. Да. Это позиционный фронт. Да. И на этом позиционном фронте предпринимаются там переброски танков, там возят их на дорогущих транспортерах. То есть на самом деле вот Саддам Хусейн, он так косплеил немножко вермахт. То есть он купил немецкие транспортеры, возил туда-сюда танки, там концентрировал. Это поисторически тоже объяснить, потому что, как мы знаем, в Араке-то были... Да, там были действительно про-нацистские... И были и советники военные. Ну или, скажем, квазисоветники. Да. И вот этот вот опыт, его как бы воспроизводят уже в новых условиях, но ввиду, опять же, того, что армии менее многочисленные, там, так сказать, нет возможности, что... Обученности не хватает. Да, все для фронта, все для победы. И при этом появляется местная специфика, там, с этими иранскими басиджами. Вот, как говорится, вот то, что пропаганда Второй мировой рассказывала про атаку толпой, они это воспроизводили. То есть они реально вставали и шли людской волной. Она, конечно, была подготовлена, она там... Люди на эту командировку, то есть один раз приезжали, ходили атаку басиджами, потом возвращались, так сказать, домой спокойно. Но, тем не менее, тоже статичный фронт прорвать не получается. То есть тоже, как бы, многие вещи из опыта, они как-то оказываются несколько подутраченные и уже не соответствуют новым реалиям. Даже именно вот столкновение Ирана и Ирака. И, опять же, Ирак попытался устроить Ирану 22 июня 41-го года. А, все-таки была попытка тогда? Да, была попытка разгромить авиацию на аэродром. Но, грубо говоря, в аэродромы попадали, а в самолеты уже нет. То есть, как бы, надо было понимать, что 22 июня – это, на самом деле, очень мощная операция, очень, как бы, ее тяжело провести и требуется огромный, так сказать, объем тренировок и даже опыта, чтобы сделать 22 июня. То есть, то, что сделали, как говорится, немцы 22 июня – это воспроизводится только на совершенно другом уровне подготовки. А так иракцы пытаются устроить 22 июня бывшему, так сказать, революционному Ирану, у которого шахская авиация вынестит авиацию на аэродромах, уничтожит все эти фантомы, там, Томкеты, там, Freedom Fighters. И ввиду того, что теперь Иран выпал из числа лучших друзей Соединенных Штатов, у них, как говорится, другого не будет. Мы их выбьем, и жизнь наладится. Они выбиваются. Причем парадокс и у Ирана, и у Ирака было на тот момент новейшее вооружение, особенно с развитием войны, когда его охотно поставляли практически все, от Израиля до Советского Союза, но не получается. Есть сверхзвуковые новейшие истребители, есть баллистические ракеты, уже послевоенные, а не Фаудова. Есть танки Т-72, Чифтаны и так далее. Есть вертолетные десанты, есть, наконец, химическое оружие. То есть там какой-то невероятный коспли именно конца Первой мировой, но в 80-е годы. То есть все развитие военной науки опять пришло вот в этот позиционный тупик. Получается, и позиционный тупик длился очень долго. И попытались его воспроизводить в стратегическом бомбардировке. То есть летали на города, стреляли по ним ракетами. То есть у нас же, так сказать, вместо стратегической бомбардировки были ракеты «СКАД». «СКАД-Б» — код НАТО для обозначения советского ракетного комплекса сухопутных войск 9К-72 «Эльбрус» с жидкостной одноступенчатой баллистической ракетой на долго хранимых компонентах топлива Р-17. Его модификации до сих пор находятся на вооружении ряда стран. Много таких ракет использовали Ирак и Иран в войне между собой. Вот этими ракетами «СКАД» была ракетная война. Там стреляли по Тегерану несчастными этими ракетами. То есть воспроизводили вот эти стратегические бомбардировки. Выясняли, что опять же эффекта-то нет. То есть за стол переговоров не садятся. — Хотя тоже было бегство населения, как из Лондона, но не будет. — Да, бегство населения, как из Лондона, но тем не менее это не воспроизводится. В том числе потому, что есть порог. То есть когда устраивается Гамбург и Гаморра, это одно. А когда, извините, это жалкие какие-то потуги, эти бомбардировки, которые на самом деле не приносят таких больших жертв, большая страна спокойно переваривает. Более того, она просто разлобляет население. — Грубо говоря, ну, три. Пять складов в сутки — это три-пять авиабомбов Второй мировой по огромному городу. Что ему от этого будет? — Да, если, опять же, мы сравним Ленинград, по нему били больше. Как бы, если читаешь там сводки, там по сто тяжелых снарядов там выпускали. То есть, строго говоря, по Ленинграду были дни, когда выстреливали 300 тяжелых снарядов. Это те же 300 скадов. То есть это город не сдался. То есть оно, как бы, опыт есть, но, так сказать, воспроизводимый в меньших масштабах, он не приносит вообще никакого ощутимого эффекта. И война длится, пока, наконец, там не устраивают, что называется, химическую атаку, там, иракцию. — А были попытки, да, вот химических атаков? — Многократные, притом успешные. — Да. — Причем с нервно-паралитическими, да? — Да, полноценные. — Да, полноценные. Там отбили целый остров. То есть это война была, как такая вот, можно сказать, идеализированная. Вот Евгений скажет, что это больше там Первая мировая, но для меня это такая вот Вторая мировая, которую она виделась с 30-х годов. — Причем стоит отметить, что обе стороны временами проворачивали очень хитрые с технической точки зрения операции. Например, авиации с многократными заправками в воздухе, с применением уже современных управляемых ракет и так далее, и так далее, с хитрыми маневрами, чтобы зайти с неожиданной стороны. То есть там была не просто такая тупая лобовая мясорубка, там были и одновременно весьма хай-течные приемы, но все равно не получалось, поскольку противник был примерно в равных категориях. — Вот во всех этих последующих военных делах, да, компаниях, там, войнах, локальных и так далее, люди Второй мировой войны напрямую были замечены? — Да, в Корее вообще массово, а многие... — Это американцы. — Ну и советские, то есть советские советники, летчики. — И советские, понятно, и американские летчики. — Ну и на самом деле, многие до времен Вьетнама тоже дожили, в том числе ветераны. — И даже воевали. — Да, и опять же, карибские... — Ветераны Великой Отечественной Второй мировой воевали во Вьетнаме. — Ну, скажем так, они были, скорее всего, уже на каких-то командных должностях, там, то есть... — Нет, ну так или иначе. — Возьмем там Карибский кризис. Кто руководил? Плиев. Плиев Иса Александрович. Советский военачальник, генерал армии. Дважды герой Советского Союза. Герой Монгольской Народной Республики. Во время Карибского кризиса с июля 1962 года по май 1963-го командовал группой советских войск на Кубе в ходе операции «Анады». Человек из глубокой, на самом деле глубокой, из Второй мировой войны, человек, который, что называется, ее проходил... — И командир торпедного катера «Кеннеди». — Да. «Кеннеди» же в Второй мировой, но это, опять же, они выходили на другой уровень. А так вот с флотом, что получилось. — Теперь про море. — Да, советский военно-промышленный комплекс получает новейшую немецкую подводную лодку 21-го серии. И говорит, можем повторить. Строит. Реально, там, на самом деле, это была не копия, это была, я бы сказал, творческая переработка по мотивам, потому что, ну, под специфику своей промышленности. И реально были запущены в массовую серию аналоги вот этой вот немецкой 21-й серии. И, собственно, готовились повторить то, что делали немцы в Атлантике. То есть вот эти вот охоты на транспорт. К счастью, слава богу, не дошло там до Третьей мировой войны, но воспроизводство этого всего на практике. Но вот есть серьезные сомнения, что оно бы сработало так, как планировали немцы в 45-м. Потому что противолочное вооружение-то, оно тоже росло и были готовы к тому, то есть американцы, как бы столкнувшись, в том числе с этими разработками, они же тоже получили те же самые разработки. Они тоже сказали, ага, и начали там модернизировать свои лодки в стиле там 21-й серии. Они именно, так сказать, дорабатывали, потому что новые строить хлопок, у них и так большой флот был. Это у нас, как говорится, в общем, большие потери подводных лодок, наоборот, надо было восполнять. И было, куда их строить. И вот эти вот идеи, они долгое время, так сказать, большой, действительно массовой серии. Я бы так сказал, эти лодки до сих пор в Северной Корее, до сих пор там парочка лодок, вот этих вот, так сказать, творчески переработанных 21-х, она еще есть, до сих пор, естественно, они там вряд ли будут применены. Но, тем менее, на практике это не было проверено, но вот эта вот концепция борьбы на атлантической коммуникации, она сохранила актуальность. То есть советская военно-морская мысль думала о том, что придется, если союзники Англии, Америки, то есть уже блок НАТО, то есть это уже не союзники, это блок НАТО. Если блок НАТО вступит в войну, то нужно будет работать по атлантическим коммуникациям. Очень много техник, которые не успели применить, не захотели применить, как ИС-3 во Вторую мировую, позже очень даже пригодилось. В 1945 год взлетает первый штурм-эк Скайрейдер. Он отлично применяется в эпоху реактивной авиации и война в Корее. Он честно воюет во Вьетнаме вплоть до конца 60-х годов, он воюет в американской армии. Поршневый штурм-экс 45-го года, увешанный бомбами, ракетами, напалмом, с хорошей броней, с хорошим обзором мотором и так далее, все еще успешно воюет вплоть до 70-х годов, когда люди уже по луне ходят. И вполне возможно, что если бы его не списали, он бы воевал даже по сей день. Но его могли бы куда-нибудь на Фолкленд отправить, продать аргентинцам, и те бы его плодотворно использовали. Летал бы дальше. Самое забавное, что сейчас США расконсервировали бронхо, это поршневой самолетик времен как раз Вьетнама. Он многофункциональный, то есть легкий бомбардировщик, но главная его задача – это корректировка и наведение авиации. То есть сейчас воюют самолеты времена войны во Вьетнаме. И воюют хорошо. На Б-52 здесь характерный пример. Опять же, это наследники этой всей стратегической авиации. Но так, некоторые из концепций, они получили продолжение, но не были опробованы на практике. А многие концепции были забыты. Я с удивлением обнаружил в Центральном архиве Министерства обороны описание действий штурмовиков в горах. И это никакой не Афганистан, это Венгрия, Карпата 1944 года. То есть, казалось бы, берите и пользуйтесь, ничего даже изобретать не надо. Нет, потом пришлось в 80-е годы изобретать. Я сказал, что все же Афганистан, он секретный. И мы не можем достоверно сказать. То есть, у нас есть мемуары летчиков-штурмовиков, мы не можем достоверно сказать, что им там на каких-нибудь вопросах подготовки вполне могли про эти Карпаты рассказывать. Тут просто мы можем констатировать. К сожалению, да, не знаем. А так, у Второго мировой войны было долгое эхо. Если говорить уже последнее, о чем нужно сказать, это вообще вот эта концепция миллионной армии. Вот это очень глубоко. Да, мобилизационная армия, когда действительно воюет народ, когда поднимается... Народное хозяйство заточено под войну прежде всего. Да, то есть, это действительно мобилизация народного хозяйства, а войны нового времени, они немного другие, даже с появлением ядерного оружия. Сама вот эта вот война, длящаяся, как праведливо было сказано, там 36 часов, или сколько там, по-моему, 36 часов, да, что она уже не требует вот этих вот волн призывников. И в новых реалиях у нас была передача с Томзовым про Афганистан. Там вот эти вот замечательные истории про то, как попытались в стилистике 22 июня, там объявление мобилизации, объявляют мобилизацию в Средней Азии, и, так сказать, из народного хозяйства перед грузовики уже там не полутораки, там какие-нибудь ГАЗ-51, там передают какие-то Волги, и вот эта вот вся пестрая компания вместе с пиджаками офицерами... Прямо Мартовская такси. Да, отправляется в Афганистан. А там совсем другая ситуация, там действительно требуется то, что принято называть там командос, то есть там более эффективно работает там спецназ. И получается, что у нас, с одной стороны, есть вот эта вот концепция оставшаяся от Второй мировой войны с массовой мобилизационной армией, которая действительно по подъему мобилизации будет вооружённый народ, есть потребности введения боевых действий в условиях, которые требуют профессионального личного состава. Да, чтобы профессиональный подготовка. При том, что комбинированные боевые группы – это как раз наследие Второй мировой войны, когда под конец 1944-1945 год и мы, и американцы воевали не просто толпой танков, а именно комбинированными группами. Нет, ну это немцы с... Крохотная... Что это означает? Да, вот так воевали. Да. Комбинированные. То есть буквально пара из два, к ним пара зенитных самоходок. А, штурмовые группы, конечно, поняли. Самоходки, огнемётчики и так далее. И всё это объединяется на тактическом уровне. То есть нам не нужно... У нас это штурмовая группа, скорее, да. Ну и просто комбинированно все эти подвижные отряды разведки, которые и к немцам в ТУ ходили. То есть тут именно объединение всех родов войск. И с авиацией, и с артиллерией. Ну это комбинат армс. На самом деле это тоже вышло из Второй мировой войны, что обязательно надо применять там в тесном взаимодействии там танки, пехоту, артиллерию. То есть это как бы была данность реалиями Второй мировой войны. Она не сохранилась до сих пор, что надо там всё это поменять в комплексе. Но вот эта вот мобилизационная армия, она показала, что это не работает в локальных конфликтах. То есть вот действительно Афганистан, когда вот эта вот ротация. Когда то же самое в Вьетнаме у американцев, когда, что называется, против них люди, которые воюют десятилетиями. Они приходят, как говорится, свежие... Многие вьетнамские части, они воевали именно в этих самых местах против французов. Представьте себе их боевой опыт. И тут приходят свежеиспечённые лейтенанты со студентами, которых просто загребли по призыву. Они этот Вьетнам даже и на карте показать не могут. Они попадают в страну, где климатом можно буквально пытать даже выходцев из Южного Вьетнам, где буквально все снаряжение, от обуви до автомата, до бомбардировщика, совершенно к этой войне не приготовлено. И насчёт вот этих вот, то, что не могут найти на карте, это на самом деле, так сказать, в определённых кругах, это анекдот номер 22. Потому что это как раз было тогда, в Америке специально понизили уровень IQ, с которым можно отправлять в армию. И, соответственно, был призыв, который так называли, это что называется, по-моему, Джонсоновские идиоты. И как бы отправились эти замечательные люди в джунгли. Бедные, бедные, джонсоновские идиоты. Да, они отправляются против людей, которые там реально, что называется, собаку съели, и которых ещё, как говорится, иностранный легион гонял под джунглем. И, естественно, у них колоссальное боевое... И то же самое, на самом деле, происходило местами в Ираке. Когда есть известная история Браво Тузиру, когда в ходе войны в заливе послали адских диверсантов, но без боевого опыта. Послали в Ирак, хоть за скадами, а против них местные, так сказать, эти самые крестьяне, у которых за плечами опыты раны иракской несколько лет. И эти крестьяне их порвали как тузик-грелку, хотя это спецназовцы и какие-то... Причём это не просто спецназовцы с голыми руками, это тот самый британский стас. Да, что это люди оказались не готовы к тому, что будет там холодно, что придётся бегать по пустыне очень долго. И там большая часть погибла просто от гипотермии. У меня просто в голове не укладывается, британцы на Ближнем Востоке, вы же в Месопотамии воевали ещё в 20-е годы. Вы должны были всё это знать, ну просто как отчинаж, примерно как у нас подвиги Чапаева. Нет, вы направляете элитничий спецназ, он напарывается просто на группу пастухов. Эти пастухи отстреливаются из автоматов, а спецназ отходит. Нет, там присоединились зенитки, причём по показаниям этих спецназовцев, но они для того, чтобы показать, что против них воевала республиканская гвардия, они даже рассказали про то, что одному из них в рюкзак попал снаряд 57 мм зенитки. То есть даже человек, который это всё переводил, он говорит, я понимаю, что человек явно был незнаком, что его бы разорвало просто в клочья, от него было нечего хранить, если бы реально попал снаряд зенитки. А так реально их загнали и там поубивали обычные крестьяне. То есть опять же, люди из нового общества, они не готовы к этому, и с этим столкнулись на самом деле. Когда Локерби упал в самолёт, погнали армию собирать, извините меня, трупы. И солдаты зеленели, синели от виду вот этих ошмётков. И оказались психологически не готовы к тому, что они увидят на поле боя, где будут точно так же разорвать на куски их товарищей. То же самое случилось во Вьетнаме, первая телевизионная война, когда семья сидит за столом и внезапно видит, ещё до того, как к ним пришла похоронка, как их любимого человека убивают, можно сказать, в прямом эфире. Это был шок тотальнейший. И, как я понимаю, следующий шок был для нас Афганистан. Причём самое обидное для США и СССР, сами-то потери были не то, чтобы сказать, огромные. Это знаменитая высота Гамбургер. Сражение за высоту Гамбургер. Сражение за высоту 937 между американской и северо-вьетнамской армиями в 1969 году во время войны во Вьетнаме. Получившее большой резонанс в американских политических кругах и в обществе. Некоторые авторы считают это сражение символом бессмысленности вьетнамской войны. Десять раз армия США идёт на штурм никому не нужной горы. Просто там окопались партизаны и открыли огонь. В результате американцы втянулись в ненужную мясорубку. Десять раз они шли. Это с учётом южных вьетнамцев. То есть они эту гуру бомбили. Они на неё сбрасывали напалм. Они там 500 тонн снарядов на неё утюжили. Ну хорошо, вы заняли одну гуру. Потеряли не так уж много, чуть больше 100 человек на круг убитыми. И что? Это психологический шок. Хотя на самом деле эти 100 человек убитыми, они запросто могли быть убиты. И на что опять же рассчитывали те же вьетнамцы. Проживающие силы шока, конечно. Да, вьетнамцы на что рассчитывали иракцы, например, в том же и в 91-м году, и в 2003-м. Что они нанесут вот этой армии, которая, так сказать, изнеженная, большие потери. И опять же вот то, что и будут показывать в прямом эфире эти потери. Да, то естественно, как бы общество возмутится и будет как и в Вьетнаме. Но это уже совершенно другая война, да, в сравнении со Второй мировой. Да, вот вторая... Подводя, да, уже теперь итог. Вот, ну скажем так, вот на сегодняшний день, что из боевого опыта Второй мировой войны, стратегического, тактического, может быть актуальным? Бои в городе. Вот, сказали синхронно, бои в городе. То есть, вот я когда писал книжку «Города-крепости» про штурм городов-крепостей Германии, у меня было четкое ощущение, что я прям вот пишу наставления на сегодняшних дней. И от этого так, что называется, волосы... А более яркие примеры таких городских боев, это что? Кёнигсберг? Бреслау, на мой взгляд. Кёнигсберг, он очень короткий, а Бреслау, они протяженные и разнообразные. А сколько там продолжались бои во образе? Да, они реально с февраля и до апреля бои, а капитулировали 6 мая. Бреслау гарнизон капитулировал. То есть, три месяца почти уличных боев. Да, причем очень разнообразных. И была придумана немцами новая тактика. Вот я когда ее написал, я про себя подумал. А эти люди прочитают и скажут, о, отличная идея. Именно так мы поступим, и дальше может быть назван какой угодно город. Потому что действительно придумана немцами тактика, и она в Берлине, кстати, не применялась. Немцы придумали достаточно замысловатую тактику, комбинацию разрушения и оставления целыми зданиями и выстраивания из этого такого пояса обороны. И оно актуально до сих пор, потому что так на Ближнем Востоке, я смотрю, там с огоньком дело подходит, они там выкапывают гигантские рвы, чтобы не делали подкопы. И, пожалуй, действия разведки и штурмогруппы. Да, диверсионные разведки. Как от Первой мировой войны, так и от Второй. Сейчас не надо устроить какое-то циклопическое сражение, а вот именно такая тактика позиционной войны, хотя сейчас фронты часто подвижны, но когда мы противника потихонечку шаг за шагом истощаем. Здесь выстрел снайпера, там подрыв на мине, там засада, там рейд наших разведчиков. Да, диверсионные разведывательные группы, просто они теряются на фоне там Прохоровки, на фоне там каких-то таких мощных сражений, которые участвуют там сотни тысяч. Масштаб абсолютно, но по качеству, видимо, это вот то, что... Но диверсионно-разведывательные группы, они работают. Размерно с Прохоровки. Да, и в Ржеве, например, там в Ржевской бою, там что же было диверсионно-разведывательная группа, когда там просачивались, захватывали мост. Захватывали мост, а потом отступающих немцев собирали мост. То есть на то, чтобы постепенно не одним каким-то циклопическим сражением, а именно вот такими буловочными порезами, уколами истощить противника. И сейчас это работало и в Первом мировой, это и работает и сейчас. Работает сейчас именно ввиду того, что люди стали гораздо более ценными. Поэтому вот эти вот ДРГ, они стали работать в большей степени. Это история из Сталинграда, совершенно реальная история, когда была завербована. Вот об этом надо будет как-нибудь поговорить. Да, и вот эта вот информационная война и, как говорится, война за умы, она может порождать вот эти вот эпизоды, когда, извините меня, танк стоит там миллионы долларов, загнать на минное поле. Это гораздо интереснее. Думаю, что это слое, это на самом деле уже совсем другой человек. Или человек, который на катере во время антигенского десанта подрывает мину, катер взрывается, гибнет командир отряда, тоже частично высадка, ну, не рассыпается, но начинается идти со скрежетом. И вот это вот, это тоже может оказаться востребована, вот эта вот пропаганда, борьба за умы и коллаборационизм, поскольку часто идет война во всяких, так сказать, таких, как Афганистан, когда есть вроде бы свои, а на самом деле не совсем свои. Причем в англоязычной литературе первые боевые примеры такой борьбы за умы и то, что даже огромная армия может проиграть каким-то босикам, грубо говоря, она отмечена еще даже до Первой мировой войны, и эти примеры регулярно переиздаются. Найдите на русском языке книгу Суинтона, она есть. На русский она переведена как оборона дурацкого брода, и до сих пор она переиздается с каждой новой войной. Все. Но мы не предлагаем учебник. Мы подводим некоторые уроки, да, в Второй мировой войне, и рассматриваем, что было использовано, что не было использовано в последующих войнах 20 века. Но еще раз предупреждаю наши телесредители, это не учебник ни стратегии, ни тактики, а передача на русском историческом канале «365 дней» из Тариада. Смотрите нас. Субтитры создавал DimaTorzok